В эти летние дни обработка сада от всяческой напасти не теряет актуальности. Тему продолжает консультант нашей передачи Владимир Николаевич Бабенко. Мы сейчас находимся возле ряда колонновидных яблонь. И с печальным событием наблюдаем гибель данного растения. Прошло маниальный ожог и пошло поражение. По всей видимости, повреждения проводящей системы. Здесь идут побеги выше прививки. Мы их оставляем. Этот побег мы вырезаем. А из этих побегов в течение ближайшего времени определимся, что оставить, а что здесь выломать. Но пока оставляем, чтобы шел процесс фотосинтеза, шло накопление питальных веществ и растение развивалось. Ну и сейчас данный ряд яблонь мы проведем обработку. Мы зарядили наши опрыскиватели такими препаратами против вредителей октора. И взяли в расчете 2 грамма. То есть это против и сосущих, и листогрызущих вредителей. А сейчас здесь наблюдается и белокрылка, и клещ. И будут гусеницы, различные пяденицы. Поэтому мы здесь делаем комплекс. И, конечно, в баковую смесь включаем алгосупер для подкормки растений, для внекорневой. Почему? Я всегда проговариваю, что необходимо всегда считать по деньгам, какие затраты, чтобы этот урожай не стал очень таким золотым. Поэтому, или же мы, допустим, в ведро внесем алгосупер удобрения под корень, или же мы заправкой из 8 литров обработаем, вот здесь порядка 34 деревьев, мы эти деревья обработаем все полностью. И сделаем внекорневую подкормку. Почему? Здесь в алгосупере находятся элементы питания в хилатной форме. То есть они очень хорошо проникают через лист в растения. И мы подкармливаем полностью вегетативную массу. И вы видите, что листики, вот даже и по прошествии большого периода вот этих дождей, довольно-таки чистенькие, блестящие. Но когда мы сейчас сделаем подкормочку, я думаю, это растение будет чувствовать себя гораздо лучше. Для борьбы с болезнями мы сейчас будем использовать препарат, тоже из разряда астробулинов, это кабриотоп. То есть здесь у нас сейчас баковая смесь. Актора 2 грамма, кабриотоп 20 грамм на 10 литров, и алгосупер чайная ложка на те же 10 литров. И проводим обработку, смачивая весь листовой аппарат. Где сверху, где снизу попадет рабочий раствор, он также активно проникнет в растение, и будет этот лист и защищен, и подкормлен, и от болезней защищен, и от вредителей. И подкормлен полным, я считаю, одним из лучших удобрений, потому что, ну, по тому составу, будем говорить, вся таблица Менделеева находится в этом удобрении. А делают его из морских водорослей, из бурах морских водорослей. Вот мы видим здесь различные клапы, лист потихонечку начинает повреждаться и паутинным клещом. Вот мы боремся с вот этими своими бяками. На сегодняшний момент мы видим, что идет нормальный прирост. А если есть прирост, значит будет закладка хорошая и плодовых почек. Ну, вот как раз мы над этим вопросом и работаем. Вот уже мы видим, бегают муравьи, начинают расселять клю. Значит, октора очень хорошо в дозе 2 грамма снимает и эту проблему. То есть и сосущих, и листогрозущих. И будем говорить, дней 20 растений у нас защищено. Вот, обратите внимание, уже начинается расселение муравьями клея. Ну, и вот при обработке мы наблюдаем, что белокрылка порхает. Ну, и еще, что характерно, допустим, по той же Актаре, ее возможность перемещения с растущим побегом. То есть, конечно, концентрация препарата уменьшается, но он перемещается вместе с развитием побега и его защищает. Что бы я хотел еще раз нашим садоводам проговорить по этой баковой смеси? Да, можно, допустим, сейчас использовать против парши мучнистой росы, тот же Скоро, всем традиционно знакомый, в дозе и уже 2 грамма не работает, а нужно 5 миллилитров использовать для обработок. Можно против мучнистой росы и ржавчины использовать специализированный препарат ТАПАС. Но в данном случае Кабриотоп позволяет заменить все эти препараты и сработать гораздо эффективнее. Почему? Потому что мы уже традиционно используем Скоро, ТАПАС из года в год. Я всегда говорю, что необходимо проводить ротацию препаратов, чтобы не было резистентности, то есть привыкания вредных объектов к данным препаратам. Поэтому, если какие-то вопросы возникают, вы всегда можете обратиться к нам за консультацией по телефону или на передачу, или звонить непосредственно мне. Я вас постараюсь проконсультировать, как правильно и с минимальными затратами для ваших растений эту защиту произвести. Мы находимся возле ряда черной смородины. Насколько я помню, это Орловский вальс. Очень хороший сорт. Значит, урожай здесь уже собран. Поэтому в нашем случае сейчас необходимо, что защитить эти растения, подкормить, чтобы это растение хорошо заложили плодовые почки на урожай следующего года. Баковую смесь мы делаем, значит, против болезней мы работаем квадрисом в дозе 6 мл на 8 л воды. Против вредителей мы используем Актору 2 грамма на те же 8 литров. Это против и сосущих, и листогрызущих вредителей. Ну и для внекоролевой подкормки мы используем Алго-Супер. Это наиболее оптимально для внекорожневых подкормок наших растений. Мы сейчас с вами находимся возле поврежденного дерева абрикоса. Я хотел бы заострить ваше внимание. Вот так происходит манилиальное уедание растений. Вот что мы наблюдаем. Ветки, которые были повреждены морозобойнями. В весенний период гриб манилила, споры попали, пошло поражение, и вот идет такое усыхание ветвей. Я скажу, что это сейчас бич для наших садов. Почему? Мы часто не обращаем внимания на частичные уедания. В данном случае мы видим с вами, что усыхают полностью ветки. И как бороться с ним? Прежде всего мы должны провести такую санитарную обрезку, чтобы предотвратить дальнейшее распространение мицелия гриба на здоровые ветки. Для этих целей мы используем, допустим, вот такой секатор. И мы, чтобы подойти поближе к растению, отсекаем эти ветки, складывая, и потом это пойдет на уничтожение, на сжигание. В данном случае мы видим, что эта ветвь тоже полностью усыхает, поэтому мы ее режем, оставляя пока пенечек. А потом уже будем работать, значит, садовой пилкой на более тщательную обрезку. Мы видим, вот здесь и характерно тками исчищения, то есть растение старается как бы закрыть зону поражения морозобоин, предотвратить дальнейшие повреждения. Но повреждения грибом манилы уже произошло, поэтому эта ветвь тоже полностью усыхает. И мы ее отрезаем, оставляя пока такой санитарный пенечек. Ну и в данном случае мы оставили те ветви, которые являются на первый взгляд здоровыми. Но чтобы нам предотвратить дальнейшее развитие этой болезни, мы видим, что вот морозобойни наблюдаются. Вот. Чтобы предотвратить дальнейшее развитие, мы проведем сейчас опрыскивание и против болезней, и против вредителей, чтобы сохранить это растение и в дальнейшем сформировать нормальную крону. мы оставили эти пеньки в расчете на то, что спящие почки проснутся и мы можем получить побеги. Если мы сейчас срежем возле стволика, тем более они получаются супротивные здесь, эти побеги, то очень будет большая сила повреждения основной проводящей системы. Поэтому мы пока оставляем вот такие пенечки. В целях предотвращения попадания сюда различных болезнетворных спор грибов и поражения дальнейшего растения мы замазываем садовым варом. Что характерно для фирмы Август. Вот такие тюбики они выпускают. Значит, садовый вар очень хороший. Здесь и находятся элементы способствующие и дезинфекции поверхностей, и стимуляции зарастания растений. Но в данных тюбиках садовый вар идет не оттуда, он должен как зубная паста выходить. Обычно здесь рвется, поэтому это не должно нас пугать. Вот этот садовый вар мы вот эти вот вещи значит все замазываем и закрываем, блокируем дальнейшее повреждение вот этих проводящих побегов. это все замазываем. Можно живицей, поэтому я вам всем рекомендую использовать или садовый вар, или живица, или же есть такой препарат ранет, который тоже со стимуляторами для зарастания наших побегов. Я вам рекомендую это использовать в своей работе. Для обработки больших деревьев мы уже берем другой опрыскиватель с большой штангой, которая позволит нам обработать высокорослые деревья без каких-либо проблем. Значит, для обработки против манилеза в данном случае мы используем такую схему препаратов, которыми заправили опрыскиватель. Это октора, это против сосущих вредителей, листогрызущих, на предотвратительный защитный период порядка 20 дней, то есть защитный период будет довольно-таки длительный по вредным объектам. По болезетворным организмам, то есть болезетворным грибам, мы применяем здесь квадрис в дозе 6 мл на тот же опрыскиватель 10 литров воды. Ну и чтобы подкормить наше растение, дать ему жизненные силы и восстановить и проводящую систему, и по нисходящему потоку, и по восходящему потоку данного растения, мы используем тот же алго-супер, который на сегодняшний день является одним из лучших удобрений органических для наших растений. Ну и данным комплексом вот этого рабочего нашего раствора мы обработаем это дерево и ряд других деревьев. здесь мы блокируем развитие и сосущих и листогрызущих вредителей, мы работаем профилактически и в лечебных целях квадрисом, то есть он блокирует развитие дальнейшей болезни и алго-супер мы подкармливаем наше растение для того, чтобы восстановить жизненные и силу растения получить хороший прирост, чтобы заложились плодовые почки на следующий год. И в заключение передачи о солнечной культуре. Так садоводы называют одной из самых любимых своих ягод. Продвижением этой культуры в нашем регионе занимаются члены клуба во главе с Владимиром Николаевичем Бабенко. Члены клуба всегда готовы поделиться опытом выращивания виноградной лозы и приглашают в свои ряды. Вопросом виноградарства мы занимаемся уже более 25 лет. И в начале, когда мы начали заниматься продвижением этой культуры, у нас был так называемый джентльменский набор винограда. Это всем известный восторг, это всем известная кадрянка, и раньше он назывался феномен, сейчас он в госреестре, как сорт называется августин. Это то, с чего мы начинали. На сегодняшний момент по ассортименту винограда, который и столовый, и кишмишный, и технические сорта, сейчас в нашем черноземном регионе насчитывает более 600 сортов. Вы знаете, началом продвижения этой культуры послужило удивительный такой случай, когда пришли несколько садоводов и попросили мне издать книгу «Виноград о черносеме до Подмосковья», на что я был очень удивлен. Ну, в противовес они повезли меня на участок Ивана Павла Чалевина, который находится в Гвоздевке, и показали удивительные те сорта, которые у него росли. Я был просто тогда поражен во-первых, разнообразием различных форм винограда, и такие грозди, ну, просто было изумительно, и в то время это удивительно было смотреть на эту культуру. И вы знаете, с тех времен, будем говорить, и меня эта культура заразила, и заразила многих наших воронежцев, поэтому тот богатейший ассортимент, который мы сейчас все имеем, он просто поражает. В конце 90-х годов мы создали центр винограда, и при нашей фирме проводили обучение садоводов, как и индивидуальных людей, так и выезжали в садоводческие товарищества, приглашали специалистов, выступали сами с лекциями, значит, и рассказывали технологию выращивания данной культуры. В определенный период возникла необходимость создания организации, которая бы этим вопросом занималась более целенаправленно. Итак, в марте 2012 года мы создали значит, на базе такого небольшого актива садоводов, питомниководов, которые занимались и выращиванием различных культур садоводческих, в том числе и винограда, для более целенаправленного развития виноградарства в нашем регионе. Мы свою организацию назвали Межрегиональной общественной организацией и название Клуб виноградарей и садоводов. И вот начиная с 2012 года мы участвуем во всех значимых выставках, фестивалях, мы выступаем на радио, мы выступаем на телевидении по продвижению данной культуры, чтобы люди, ведь эта культура очень технологичная и она требует не просто такого подхода «посадил» и «забыл». Это технологичная культура, с которой нужно работать. Поэтому мы стараемся в каждой передаче рассказать те и другие нюансы по выращиванию этой культуры, по новым сортам, по технологии обработки, по вопросу укрытия винограда, как лучше это сделать, как эти вопросы снизить, будем говорить, затраты и физические, и финансовые на сохранение данной культуры. И вы видите, что, допустим, вот даже этот неблагоприятный год, когда пострадали и семечковые, и косточковые культуры, и практически урожая на них нет на винограде, с учетом того, что он в укрывной форме, мы видим, что идет образование гроздей, то есть урожай будет, наша главная задача, чтобы он был качественный и его сохранить до уборки. Я считаю, что одним из таких значимых результатов является работа нашего клуба, это закладка первого промышленного виноградника в рассвет Верхнемамонского района, это закладка промышленного виноградника в Курской области, это закладка промышленного виноградника в Белгороде, в университете БелГУ, поэтому здесь как бы работа у нас ощущается, мы видим отдачу в этом плане, ну и хотели, чтобы наши винограды и садоводы, если какие-то вопросы возникали, всегда обращались к нам, мы постараемся и советом помочь, если необходимо будет и посадочным материалом, поэтому готовы всегда работать вместе с вами над разработкой данной тематики. Редактор субтитров А.Семкин